В Северодвинске предприниматель недоплатил 27 миллионов рублей по налогам. По версии следствия, учредитель и гендиректор предприятия «Северная компания» организовали фиктивные документы оборот через подставные фирмы. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Стоит отметить, если они полностью погасят долг перед государством, уголовное преследование будет прекращено. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – сеть фирменных магазинов «Теплый дом. Все для газа». Подсушить продукты более удобным и практичным способом помогут сушилки для овощей и фруктов, которые всегда в наличии в фирменных отделах сети «Теплый дом». Традиционный способ сушки фруктов и овощей уже в прошлом. На данный момент такие продукты можно засушить более удобным и практичным способом. Для этого теперь существуют сушилки для овощей и фруктов. Это специальное устройство, которое позволяет один потраченный на данную процедуру день высушить порцию овощей и фруктов, а также рыбы и мяса. Сушилки обрабатывают Ваш урожай так, что в нем сохраняются все ценные вещества и витамины. У нас есть сушилки попроще и подешевле, в которых надо периодически переставлять подоны, а есть немного подороже, где используется уникальная система циркуляции воздуха. В интернет-магазинах такие сушилки предлагают по цене 2-3 раза выше, чем у нас на витрине. Все сушилки у нас отечественного производства, выполненные из безопасных качественных материалов. Торговая сеть «Всё для газа» магазин и «Тёплый дом» ждет своих покупателей. Здесь стоял ряд машин, как меня пропускали, я вот выехал, а он обгонялся. Проспект Беломорский сегодня утром не поделили «Пежо» и «Лада». Иномарка ехала в сторону Архангельского шоссе, отечественный автомобиль выезжал со двора. На проезжей части въехал в «Пежо». Я-то как бы обгонял, а его пропускали с правого ряда. Он смотрел в другую сторону и это самое незаметное. В ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах разберутся сотрудники ГИБДД. В третий раз в Северодвинске полыхало здание на Республиканской, 13. Сегодня ночью загорелась крыша. В результате пожара повреждена кровля на 10 квадратных метров. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается. На этих кадрах предположительно незаконно приобретенные государственные медали. Их изъяли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими у жителя Котласа. Правоохранительным органом мужчина пояснил, что является коллекционером. По факту покушения на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград возбуждено уголовное дело. В ходе обыска на квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет-пулемет Судаева, пистолет-пулемет системы Шпагина и морской кортик, а также различные государственные награды СССР. Всего 22 ордена и более 100 медалей, среди которых ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Красной звезды, орден славы, медали за оборону Москвы и другие награды. Коллекционеру грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев. Полицейские выясняют судьбу военных наград, а также каким образом они попали к отловскому коллекционеру.